Он увидел акцию еще, то что если найти просрочку, отдать магазину, показать эту рассрочку, магазин ему выплатит денежку, и этот товар нормальный, только качество вернет обратно. Вот он пришел сюда, тут был не русский, а как я понял, азербайджан с старшего возраста, 24-28 лет, и начал на него гнать, вырывать телефон. Вы не дежурный, вы же ППС. Мы отдельно проводим, знаете, я работаю, сейчас дежурный в отделе, я не знаю. А отказал ты нам дежурный? Дежурный отказал, т.е. тот ужасной лежит, который не знает, 870. У вас очень интересная сравнительность, который мальчик, который ход в просрочке сломал, возьмется. Ну, я еще пока не хватит, я себе наичник. Ну, я хочу начать, что-то поплатить. Серега, подойди сюда, пожалуйста. Молодой человек, ты его сюда поставил, он сразу же их подшел, или что-то... Ну, я как понюхал, что-то мне вкусно понравилось. Вы чего раз понюхали? А? Ну, я просто сначала понюхаю, бежусь. Теперь, конечно, понимаете. Ну, так же не делайте. Ладно, давайте, я не буду учить задерживую. 54 рублей, да, вы не оплатили, куда вы это не хотите? 50 рублей, да, давайте. Я не хочу, что-то поплатить. Я там поставил. Так оставьте сюда товар, а если вы не хотите, вы оплатите. Может быть, я его потом оплачу. Мы с твоей шлистами не купить. Вы сейчас заказом выходите, я плачу товар. А вы знаете, как вы делаете? Вы у вас не хотите, что-то... Вы выходите, заказ вы делаете, магазин не плачу. Вы же только сумеете. Здравствуйте. Вы что-то вставали, что надо делать сначала? Я не знаю, что я буду делать, а сначала попробую. Но если мне нравится, я его оплачу. Молодой человек, это товар-магазин. Вы меня платили, за счет, вы хотите, как с трех. Я с ним покажу. Зачем? Вы уходите на улицу. Вот если я потом его куплю, какой смысл? А что я с ним покажу? Так, значит, что-то... Вот, уважаемый покупатель, кто вообще стоит? Он может выйти с товаром на улицу, потом вернуть... Я же не говорю, что я на улице ухожу. Я просто в дверях стою и все. Молодой человек, я с ним хочу постоять. Верните товар сюда, вы не оплатили. Значит, вам что-то есть, мы будем с полицией разбираться. Не надо дышать. Не надо дышать. Вот стойте, сейчас приедет полиция. Это уже хулиганское называется. Молодой человек. Рубрика «Не звонить директору магазина». Номер телефона 8-911-239-14-12. Ни в коем случае не звоните по пять раз. Скучно, что-то постромит. А тут есть еще супервайзер магазина малолетнего Вероника. Номер телефона 8-967-573-59-42. А вы полицию вызвали, да? Не надо. Не надо. Не надо. Повторно повторить? Ну, может, повторно. Вызвали полицию. Еще раз говорю. Ну, ладно. Ну, что ли вы на работу возьмете посадку? Он отработает. Скай приходит, дополняем архит, отправляем. Не, я охранникам хочу быть. Вышибалой хочешь стать, что ли? Правда, что ли? А мы тут почитали. У вас очень интересное сравнение, который мальчик, который подпал в просрочке, сломал в вознеца. В вознеца, там конкурсия его. Несовершеннолетняя. Контролер, наверное, торгового зала, да? Не знаю. Все комментарии, крест, вот бы компанию, пожалуйста, В какой компании? Ваша компания не работает. Я знаю, есть ООО «Акватор», которая торгует просрочки, в том числе и детские. Сотрудники ЧОПа, занятые, избивают несовершеннолетних детей. Я вот это знаю. Покупатель, который посмотрел новости, пришел к вам сегодня, претензия, что вы, ваша компания, наносит урон несовершеннолетним. Сотрудники вашей компании. Вы можете обратиться в полицию. Ну, молодой человек уже обратился. Девушка, как бы смело. Почел бы с ним постричаться. Сотрудники? Ну, он же детей-то бить в мостах. А как насчет взрослых бить? А я с вами разговаривал. А вы что сейчас делаете? Мы ведем диалог. Это такая позиция директора магазина, на неудобные вопросы сбегать от покупателя, да? Да мне-то плевать, что вы десять раз сказали. Вопрос-то в другом. В вашем магазине избили ребенка. Вы директор этого магазина. Нет, я не видел. Ну, расскажите, что случилось тогда. Ну, вот он рассказал, что его избили за то, что он фоткал просрочку. Я очень радуюсь. То есть у нас только его мнение. А другого мнения вы не споддавите. А я почему я должна вам сказать? Вы же директор, вы отвечаете. Я вам ничего не обязана рассказывать. Если другая сторона не хочет высказать свое мнение, значит, правда было. То есть у вас пятерочка ваш... У нас есть закон. Какой? Ваш магазин любит избивать самых слабых, да? А в рамках закона он избивал несовершеннолетнего мальчика. Я вам еще раз повторяю, что всю информацию вы можете получить... Да эта пластинка уже надоедет. Давайте что-нибудь другое. Я вам чуть уголаю. А как насчет просрочного продукта? Я вам еще раз сказала. Про службу, да? Да. Насчет просрочного продукта тоже нести. А как насчет просрочного продукта? Да, законные деятельности директора. Мы вызвали полицию, сейчас будем разбираться при полиции. Вы на себя вызвали полицию? Зачем на себя? Молодой человек прошел, не хотел оплатить товар. Вот и все. А должен? Вы хотите сказать, что он должен оплатить просрочный продукт? Вы какую-то цель вызвали сотрудник? Вы его обязываете покупать просрочку, Ваше? Я ничего не обязываю. Он подошел на кассу, пробил этот товар. Но после этого он сказал, я вскрыл, покупать не буду, мне запах играть. Я пойду прогулять. Хорошо, не надо, значит, выходить с этим товаром за рамки магазина. Он же просроченный. Какие рамки? Не надо выходить за магазин. А как вас зовут, извините? Гюнель меня зовут. Гюнель. А где вы увидели здесь рамки магазина? Если вы выходите за кассовый узел. А что такое кассовый узел? Расчет на кассовый узел. У нас есть как-то на нормативном акте прописан этот расчет на кассовый узел? Да. Где? Покажите. В каком нормативном акте? В законе, в законе он прописан. Мы выпилили, да, прописан. Можно ли, пожалуйста? Покажите, я хочу, я уже два года этим занимаюсь, я хочу очень-очень сильно увидеть это. Я поняла, что вы очень начитаны, да? Я поняла, что вы пришли не просто так, да? Вы сейчас провоцируете меня стоить, да? Я хочу сделать свою работу. Мне нужно завершить свою работу и пойти домой. Мы вас ни в коем случае не провоцируем. Вы не пойдете, это я вам обещаю. А что вы сделаете с меня? И вам. Да. Только в рамках закона. Обшлепывай. Обшлепывай. Сто пудово. В рамках законодательства. Хорошо. Идете официальных представителей, идете и получаете ответы. Какого представителя? От вашего организации? Да они все время приезжают, чушь какую-то несут. Ну, видели мы их. И в судах мы их видели. Вечно какую-нибудь чушь несут. Что покупатели, которые покупают просроченный продукт, занимаются экстремизмом. Да, бывает такое. То есть вы торгуете некондиционным товаром, а мы как бы виноваты. Не торгуете, а вот посмотрите, вот продукция, вот у него чек есть. То есть вы еще и обманываете, вот так нагло врете в лицо. Ну, неужели так сложно, а? Держать в устье своих подчиненных, чтобы вот таких ситуаций, как с этим мальчиком, не происходило. А если бы вашего ребенка так охрана избила? Давайте не будем промоевать. Почему нет? Он же тоже чей-то сын. Как мать, которому ребенку глазница понадобилась скорая помощь, себя чувствует. Это ни в коем случае я не имею против какой-либо национальности. Но я думаю, что вы бы привели бы своих людей, знакомых, друзей, человек 15. И этому человеку бы поздоровилось очень хорошо. Согласитесь, я знаю просто это. Какая лучшая гости была сотрудникой у вас? Я еще раз вам говорю, все комментарии вы можете получать, пресс-службы. Нет, я не буду, никаких комментариев. Я, с тем более, вам никаких комментариев давать не буду. Пресс-службу компании я могу вам дать номер телефона, вы можете позвонить, все узнать. Вы можете пойти в полицию, раз вы граждане имеете на это право, пожалуйста. Уже вызвали на нас в полицию. Пресс-тресс отдел напротив, сходите, уехайте, что и как. Какая участь. То есть вы просто, наверное, уволили, да? Когда вы встал на новую компанию, возвращались и все. Человек остался в письме. Вот как директор магазина якобы ничего не знает о том, что происходит у него в магазине. Нафига такой директор нужен, который ничего не знает? Человек не должен быть на кассе? Я считаю, должен быть. Отсидеть уголовную статью, например. Я ничего не могу сказать. Расследование ведется, и вот и все. Что-то ментовские ответы напоминают. Расследствие ведется, в интересном следствии. Ваши подписку давали, а не разглашение? Кому? В полиции. Ну, раз так говорят, значит давали. Ладно, давайте пока отпустим директора, пускай она работает. Да, она потом не меркнется. Пока можно было у нее. Вы до скольки на работе будете? До 18.00. До 18.00. А сейчас уже? Ну все, уже. А, так вы уже отработали? В нерабочее время. Ай-яй-яй. Не вы задержали. Так вы целых час работаете. Я не за вас есть. Вы сверхурочные работаете? Я была еще дома. А в курсе, да? А может быть и за свои работы, да? Пятерочка сейчас нарушает трудовой кодекс. Вы уже сверхурочные работаете. Это мое добровольное желание. Вот мне просто больше все интересно, чем думал этот охранник, когда совершил это действие над ребенком, да? Избив его. И он думал, что не будет никаких последствий, да? Что никто больше не придет в этот магазин. Отомстить за этого человека. Особенно за ребенка. Полиция приехала. Давайте послушаем, какие претензии у него есть. Миша, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Понимаешь, я поискотку. Что ты предложил? Ну вот молодые люди. Конкретно какие молодые люди? Вот все вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На него тоже показали. Конкретно к чему? Ну, к каким образом? Ну, изначально он не хотел оплатить товары. Не с ним заказку. А дальше вот они вот окружили меня. И не дают мне работать, ничего. Вопросы задаем неудобные. А с вашей точки зрения, что пришло? Вопросы задаем неудобные. Вот и не даем ей работать, конечно. Нет, а конкретно ваш? А нам участковый нужен. Участковый? Да, магазин реализовал товар с истекшим сроком годности. Кроме того, два дня назад охранник этого магазина мальчик сломал позицию, потому что тут пора на спотсу на телефон проходит. Пришли задать вопросы директору, а она вас на нас не услышала. Ну ладно, сейчас туда. Я думаю, что надо наказать этот магазин по полной. А кто нам? Бережок 621. Бережок нас и бережок. Так, чтобы не повадно было. Не покупать или издевать, а просрочку торговать. Просрочку охранник сломал им глазницы. По заявке космонавского 28. По заявке? Так же все, уже подано два дня назад. Уже все давно в соцсетях все есть. Ладно, пока ожидаем тогда. Напоминаю, что вы обязаны представляться. Я вообще не раз слышал. Я тоже ничего не слышал. Могу удостоверения показать. Да нет, нам только достаточно представить. Как к вам обращаться, я вот и запомню. Алексей может обращаться. Александр. Расскажи, пожалуйста, кто это был, что за молодой человек и что случилось? Молодой человек, это мой брат родной, его зовут Петр, ему 15 лет, исполнилось буквально 22 октября. Он снимает некоторые видео, ходит по магазинам, снимает о том, просрочка, где есть линия. Он увидел акцию еще, то, что если найти просрочку, отдать магазину, показать эту рассрочку, магазин ему выплатит денежку, этот товар нормальный, только качество вернет обратно. Он пришел сюда, тут был не русский, а, как я понял, азербайджан старшего возраста, 24-28 лет. Начал на него гнать, вырывать телефон. Естественно, 15 лет мальчику, когда он был драться, тот начал его бить, и два удара ногой, это просто зверство полное. 28 лет человеку, моему брату, 15 лет, ударить ногой. Я пришел, отец пришел сюда, разъяренный, он прятался на складе, как оказалось, потому что его полиция после чего поймала там. Мы его звали, никто не выходил, забоялся, испугался сам. В итоге, за что получит полное наказание, я считаю, правильно. А что сейчас? Прилагали деньги, но мы отказались от этого. А что сейчас с братом строить? Брат у меня лежит дома на домашнем лечении. Слава богу, несерьезно, прям ничего нет, но у нас очень сильно пострадал. То есть мы привезли его в Трамп, Трампа зафиксировала травму, отправила в полицию и так далее. Заявление писали? Естественно, заявление написано, он пойман. Он сейчас находится уже в том отделении. Как я понял, будет суд, его должны посадить. В общем, мы желаем твоему брату здоровья, очень крепкого здоровья. Он у меня боксер, слава, удар держит, хотя он и так не спал у меня. И как можно быстрее выздороветь. Спасибо большое. Все, удачи вам. Брату тоже удачи. Чем занимается, это похвально, в принципе. Все, спасибо большое. Тогда примите заявление на дежурного 286 статьи Уголовного кодекса. Прямо здесь принимаете на дежурный? Вот прямо сейчас со мной. Давайте проедем, парень полиции. И можем принять у вас заявление. Нет, давайте сюда ответственного по отделу. Вот прямо сейчас. И потом дежурный сюда приедет по требованию ответственного. Потому что у него 286. Да, потом еще в управление эту видеозапись предоставим. На принятии его безвестия. Дежурный сказал, что просрочка не дела полиции, нарушив 879 приказ министра Колокольца о взаимодействии полиции и Роспотребнадзора. Чем превысил должностные полномочия, по 286 должен понести ответственность. Это приглашение или требование? Приглашение. Приглашение отклонил. Я прошу на месте принять у меня заявление. Ответственного, пожалуйста, сюда. Лейтенант, где он? Кого вы ищете? Фамилию дежурного. Скажите, пожалуйста, на кого по 286 писать? Можете на меня написать. А вы-то тут при чем? Вы же не дежурный. Вы же ППС. Мы отдельно. Ну отказал ты нам дежурный? Дежурный отказал. То есть тот уже основной лидер, который не знает. 879 приказ. Мы рады за него, что он в отделе один. Я понимаю, что он не может закрыть отдел и критику. Там дело в том, что в отделе полиции некомплект. Там также есть заявительные. Хорошо, а что с участковым? Просто поясните мне, что с участковым? У них рабочий график. До 10, согласно 777 приказу. Они работают. А сейчас еще только 7. Или он уже дома сидит, чай пьет участковый? Нет, мы без вопросов. Вот у нас 11 человек. Раньше времени освободился. Просто будем звонить с жалобами. И полиция, чтобы на дежурного по отделу по 286 от каждого из нас принял по заявлению. У нас будет 11 заявлений на дежурного. А превышение должностных полномочий пускай тогда ВСБ разбирается. И нам все равно нужен ответственный, который пояснит, почему дежурный по отделу не знает 879 приказ. Министр и его нарушает. Превышает должностные полномочия. А министр и колокольцев просто не авторитет для него. Да, плевать 33 отдел, хотя он на приказы министра внутренних дел. Я правильно понимаю? Потому что есть 879, а он говорит, что полиция этим не занимается. А есть приказ, по которому полиция должна составить протокол осмотром места происшествия, изъять эту продукцию и оставить в магазин на ответственное хранение. И передать данные в Роспотребный отзыв. Хорошо. А вы ведь все зафиксировали на видеофиксацию. И протокол осмотра, мне в суд как запрашивать. Где он будет? Кто его сделает? Вот у меня будет суд с агроторгом. У вас что за организация? Потребители. Граждане. Вы не составляете? Просто как гражданское лицо? Мы не можем, конечно. Как гражданское лицо. Только сотрудник полиции может протокол. Я не могу прийти и труп поприсать, правда, протоколом осмотром места происшествия? Нет, но это не ваша компетенция. И вообще протокол осмотра это не моя компетенция. Моя компетенция, досудивная претензия в магазине за реализацию просрочки. Исковые заявления в суд в течение 10 дней, если они мне не обитворили мои требования. Но суд мне нужен протокол осмотра места происшествия. Но вы заявку оставляли о том, что здесь... Реализовывалось? Нет, они на нас полицию вызвали, а мы вам уже доводим. Нет, у вас там, поймите, у вас в этом, как в карточке пишется, что не просроченные продукты. А скандал, например, там драка. Коминность товара, пищение. Какая может просроченная, как решила нам дать, что эта карточка тогда? Так вот, покажи товар, покажи че. Толку-то от нее будет. Нам нужна бумажка с вашего отдела, чтобы были нарушены права потребителя. Значит, смотри, «Осмонавтов 28», магазин «Пятерочка». Тут общественники закупились просроченным товаром. Просит сюда ДПР, чтобы составить протокол осмотра местных происшествий для дальнейшего подачи заявления в сутки. Вот, соответственно, дежурки сейчас не может предоставить. Должен снимать, она читается, вывезет. Поэтому я легко выйду как по 286, так и по... Вот не надо, не врите, вот честно. Товарищ лейтенант, зачем вы врете? Ты вас научил только. Вот, короче, ребят, смотрите, вот такая вот вещь для обуви. Срок годности 30-е, 08-е, 18-е. Так, срок годности... Срок годности 3 года. А, вы в мобильной брали в магазин? Позавчера здесь нет? Какая-то, а вот. А хоть кто-то был позавчера здесь, а? Теперь все было. Ну вот не все отмекиваются, никто не знает. А мальчику глаз сломали. Ну а что вы думаете по этому поводу? Ребенку, несовершеннолетнему, глаз сломали. В этом магазине. А меня про нас сегодня не говорили. А? Я не в курсе. Я не в курсе. Не в курсе? Ну, в новостях писали. Нашего города. Я мечту образую. Работаю, устаю, сплю, что. Понятно. Работаю, устаю, сплю, все. Мы ничего не... Вчера произошло в магазине. Вас не было? Вы выходная на этот магазин? Или первый день на этом магазине? Нет, не первый день. Не первый день. Ну, может, вы знаете охранника, который ребенку глаз сломал? За то, что он сфоткал пару раз просрочку. С ноги в лицо ребенка несовершеннолетнего. Ничего не слышит? Новости не считает. Нет, я уже дома работаю. Да, нет. Так, вот, я не я. Директор, что мне скажете про просрочку в вашем магазине? Сейчас приедет участковый. Вы можете написать заявление о своей претензии. А досудебную претензию у меня примете? Я не понимаю. Откуда вы знаете, что он приедет участковый? Вы с ним, это, Вась-Вась? Ну, вам же сейчас сказали, что участковый приедет. Ну, это нам сказали, Ром. Нам никто ничего не говорил. Откуда вы знаете, что он приедет? Не забывайте тогда, что я могу сделать. Нет, мы-то вас спрашиваем, как у вас продается просрочка для обуви. Просрочка для обуви. Ну, во-первых, продовольственный магазин вообще не место для собаки, тем более там продукты. Во-вторых, она прям прыгала. На камеру засняли, как она по детскому там полка. Уважаемый, а вы кого снимаете? Откуда. А вы кто? Люди. Ну, кто? Ну, как вас зовут? Кто? Где это видео появится? В интернете. В законе. Не знаю. А вы знаете, что вы не имеете права выставлять лица людей, которые против съемки? Ну, меня могли показать, допустим, да, вы снимали рядом с темною. Вы знаете, что вы не имеете права снимать? Знаю. И выставлять? Да. Но при этом я знаю закон и читаю статью. Какой? 29-й статью Конституции. И что? Ну, вы можете почитать, если у вас есть телефон. Мне неинтересно сейчас обчитать. Я вас спрашиваю, вы знаете. Тогда мне интересно безгромотным человеком общаться. Да. Там тоже есть камеры. Что, серьезно? Давайте выключайте камеры, когда вы заходите. Да ладно. Что? Это же современный молодой человек. А что ты выкатил гуру? Ты думаешь, я тебя испугаюсь? А ты что тут скачешься? Давайте отойдем от входа. Тут дети. Мы сейчас сказали, что они говорили. Я говорю, я говорю, я... Денис, серьезно? Я удивлю. Денис, Денис, Денис. В прямом смысле я против того, что мое видео, мое лицо, я сейчас показывал. А зачем вы к нам не подошли изначально? В смысле? Потому что вы снимали там, на кассе, рядом со мной. Я находился там. Ну, во-первых, я не снимал. А что вы делали? А фиксировал. Мне как-то неинтересно, как вы это знаете. Я называю это тем, что вы снимали. А я называю это тем, что вы, соответственно, и правильно называли, фиксировали. Ну, каждый называет так, как ему это выгодно. Правильно? Возможно. Вам выгодно называть это фиксацией. Мне выгодно называть это съемкой. Ну, ладно. Так, а в чем проблема? Проблема в том, что я, например, не хочу, чтобы мое лицо было в интернете. Вы не хотите. Я здесь при чем? Ну, при том. Я тут при чем, что вы не хотите? Поэтому я вам говорю, что вы не выкладывайте. Я должен удовлетворить ваше желание, что вы не хотите? Да, конечно, да. А что еще не сделать? Чтобы вы не выкладывали мое лицо. А что еще сделать? Мне только это интересно. А на колени прям здесь не встать? Ну, к чему укрировать? почему я должен чьи-то как хотелки удовлетворяют подождите какие хотелки потом при том у меня есть вы хотите я хочу чтоб вы сейчас это как у присели пять раз исполните это вы сделаете адекватный а в адекватный меня нормальное желание моё желание меня тоже нормально ожидая это желание касается меня говорить это клоунада какая такая ну клоунада не знать закон российской федерации это раз для начала вы придете домой сейчас до откройте интернет если вас конечно яндекс не заблокировал за марку конечно заблокировать ну то да ладно и гугл тоже хорошо тогда купите книжку подарить гражданских подарок конечно чем вдруг я должен вам что-то подарить почему не только у меня такой что прямо что-то дарил человек человек человеку рознь не важно вы мне для меня не родственник что-то дарил не брат не сестра не мама не папа что я буду дарить все люди братья ну не такие безграмотные люди для меня никто давайте не будем переходить на личность для на личность я вас не оскорбляю тоже не оскорблю вот там находятся сотрудники полиции вы считаете что оскорбились на слово безграмотный можете написать заявление не смешите вот это тоже не смешите вопрос только один какой к чему заниматься вот если вы вот если вы пошли а почему вы подошли ко мне так не трогайте к не трогай мое оборудование камеру уберите пожалуйста от меня снимайте вот девушку снимаете мое оборудование ты уже сейчас нарушил мои права ты тронул мое имущество принадлежащие мне и ты сейчас хочешь чтоб я убрал камеру несчет ты ничего не перепутала нет ничего не перепутал иди домой лучше не хайпуешь что а то сейчас смотришь нарушу заявление за то что ты хотел у меня украсть мое имущество хотел украсть конечно а кражи это что такое хищение чужого имущества принадлежащая другому человеку сам не грамотно это ты безграмотный иди домой лучше нет не пробовали если вы его отпускаете мы напишем на халатах завтра в главке будет объясняться почему так я не пугаю я же валют что мы сделаем меня спросил вот соответственно делали замечание за собакой начал отвечать агрессивно находился в магазине без масла на кучу камер и вот тот наряд все это зафиксировал от меня заявление попросил лейтенант он бездействие вот хотя бы вот вот лейтенант слева хотя бы вот вы видели что он из магазина мы все это видели по 20.6.1 если пишет заявление о том что он запрещает видеосъемку то еще по 19.1 вот и все да хорошо спасибо 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 все christ и В принципе, в России. Вообще, если торговец не понимает, то есть, что в России, то есть, достаточно часто, иногда и начинается аргентом. Да, и в двух словах. Субтитры сделал DimaTorzok